Не фермер я, не гусевод, а мира птиц интересант и рифмоплёт. Сегодня изучаю индоутку, и интернет копаю не на шутку. Вот интересно, что в названии птицы не точности, а ошибок вереница. Породу завезли в СССР в далёком 81-м. Везли её из ГДР, гибрида утки с индюком, пример. Как оказалось, индоуток в Южной Америке растили. Наросты на лице у птиц намёком индюшачьим были. Родство не подтвердилось парой. Скорее всего, название от индейцев, что одомашнивали уток и превращались в их владельцев. Зовётся птица мускусной уткой, что можно рассмотреть как шутку, ничем не пахнет даже близко. А у индейцев племя ей созвучное – муиска. В другой же версии звучит слово «московское» от прежнего названия России. Такое имя при Елизавете I английская компания носила. Она как раз и доставляла птиц для европейцев из далёких заграниц. И до сих пор тех уток там и тут московскими пернатыми зовут. Но, несмотря на все эти нюансы, народ предпочитает всё ж гибрид и запах мускуса, и мало шансов, что версия иная победит. А место обитания диких уток – Колумбия и Аргентина, а в Ругвае, Мексике, Перу осела птиц другая половина. В естественной природе индоутки живут у водоёмов и в лесах. Гнездятся, отдыхают на деревьях. Способность лазить в их заложенных когтях. А проживают утки в мелких стаях. Миграции там нет как таковой. Предпочитают плавать в тёплых водах. Ведь тонкий слой у смазки жировой. Зимой же плавание для утки – опасное довольно дело. Всё оперение леденеет, и с уткой можете прощаться смело. Вес дикой утки – лишь 3 килограмма. Домашние, конечно, тяжелее. Окраска чёрная, с отливом фиолетовым, зелёным. У птиц на ферме колер посмелей. По европейскому стандарту у индоутки разные окрасы. Всего их 10, основных 4. А самый ходкий цвет, представьте, красный. У индоуток длинные тела, короткие ноги, их и шея. А мускулистые два крыла прижались к телу поплотнее. А оперение пернатых плотное. И преимущество даёт воде. Особенно им нравится болото. Ну и на суше, на шпернатые, в той среде. Когда идёт или плывёт, то головой движение выполняет. Вперёд, назад, назад, вперёд. Походка индоутку выделяет. На голове наросты красные. Зовут их бородавки или кораллы. Они как маска на глаза одеты. Побольше у самца, а самки меньше подобрали. Чем больше у самца нароста, тем выше его статус. Без вопросов. Приземистая утка, ноги в жёлтом, на лапах перепонки с острым когтем. Не образует постоянных пар. Напоминает нам другую утку, что поразила всех недавно просто. Зовётся мускусная, лопастная. А размножается в сезон дождей. Гнездится в полостях стволов и в крупных ветках. Предпочитает дерево альбиция саман. Одна лишь самка думает о детках. В гнезде появится до десяти яиц. Та утка из разряда квочек птиц. Раз в день выходит подкормиться, а двадцати минут до часа это длится. Утята индоуток при рождении беспомощны. Ни есть, ни пить не могут, всему приходится учить. И мама утка учит, кормит, водит. Про индоуток слух такой идёт, что самые заботливые мамы. Не различают свой, чужой птенец, а всех лелеют. Все для мамы славны. Когда сидит на кладке, маме утке нельзя показывать других утят. А то слетит и этих станет нянчить, оставив в холоде свой будущий отряд. Обычно индоутки кладки греют в сезоны проливных дождей. Из грудки пухом утепляют. Птенцы в гнезде одиннадцать недель. У индоуток яйца в семь из граммов, вполне пригодные для пищи. Конечно, много утка не несёт. В год штук до 100 яиц у утки сыщешь. Про уток прочитала фразу «Устраивают представление». Что бы ни делали они, всё делают изящно, со значением. Что в индоутке хорошо, так это то, что молчаливо. Не будет возбудить чуть свет ни кряканьем, ни песнями своими. Питается корнями, семенами и листьями растений водяных, и мелкими рачками, насекомыми, рептилии в приоритетах пищевых. У индоутки вызывают интерес все блёстки, блестящие предметы. Рискуют вещи эти проглотить, что может навредить пернатым этим. От скрещивания мускусного селезня и, например, пекинской утки, гибриды возникают, звать муларды, бесплодные, но не малютки. Из плюсов разведения индоутки отметим мы устойчивость к болезням, въедение прихотливость, яйценоскость и мясо их нежирного полезности. Да, знали толк индейцы в утках, ацтеки первыми их приручили, и утки те за многие века всю землю нашу заселили. Продолжение следует...